5G, по общему мнению, не очень задалось. Это уже не десятки, не сотни миллионов, это уже миллиарды нашего дохода. У нас одна из, наверное, самых дешевых в мире систем сотовой связи. Вы исходите из того, что ровно-то не вернется? В этом смысле для нас это не то чтобы не проблема, но не задача. Здравствуйте, я Кирилл Токарев, и на мои вопросы, на вопросы РБК отвечает президент компании МТС, Вячеслав Николаев. Вячеслав, приветствую вас. Здравствуйте. Прежде всего, поздравляю вас с назначением. Как вам в этой роли? Спасибо большое. Интересно, конечно, очень много всего, особенно первое время. Есть, понятно, что в начале есть вал каких-то новых событий, людей, но я надеюсь, что это быстро устаканится, потому что бизнес большой, делать есть чего. Это уж точно. Давайте я даже зачитаю вашу основную задачу на этом новом посту. В сообщении компании называлась «Глобальная трансформация бренда МТС». Все-таки, каким этот самый бренд, какой компания должна стать в итоге? Ну, может быть, в среднесрочной перспективе. Какой вы видите экосистему? Ну, и какие-то изменения в стратегии компании, в принятой стратегии компании? Ждать? Я начну, наверное, с конца. Мне кажется, что стратегию мы выбрали абсолютно правильно. Я в компании не новичок, и, собственно, до момента назначения на постпрезидента я занимался как раз развитием экосистемы. Поэтому стратегия развития экосистемы, она мною выстроена вместе со всей компанией. Я считаю, что она правильная, ее менять не надо. Я бы сказал, что, возможно, будут меняться некоторые фокусы. Я вообще по образованию айтишник, еще и продуктовик. Поэтому мне кажется, что мы можем чуть быстрее, чуть более фокусно делать цифровые продукты для наших клиентов. Вот это будет такое изменение, которое, наверное, будет видно на рынке. И вторая часть касательно изменений – это будет, наверное, более яркая партнерская программа. Ни одна экосистема не способна сама создать все продукты, которые нужны ее клиентам. Поэтому с этой точки зрения привлечение партнеров, лидеров в своих областях является абсолютно критичным для того, чтобы экосистема жила и развивалась. С точки зрения бренда мы предприняли большие уже усилия и в прошлом, и в позапрошлом году. Мы сделали ребрендинг, сделали зонтичный бренд. И очень сильно постарались объяснить окружающему нас миру, что МТС – это не телеком, точнее, не только телеком, а еще и много других продуктов. Мы сами это хорошо знаем, даже наши клиенты многие это уже знают. Видимо, у нас сейчас есть такая метрика – мультисистемные клиенты, есть экосистемные клиенты, да, а есть мультисервис, когда у одного клиента есть несколько наших услуг, но при этом он еще не осознает полностью, что вот мы его понимаем как клиента одновременно и банка, и телекома, и мы делаем совместные предложения. Вот у нас есть 7 с лишним уже миллионов клиентов, которые пользуются несколькими нашими услугами. Это какая доля вот этих мультиклиентов, мультипродуктовых клиентов сейчас? Ну, мы в процент снижаем, надо чуть меньше сейчас, 10%, если смотреть уже доля до доли от телекома, если считать, потому что в телекоме у нас там больше 80 миллионов сим-карт, но при этом если считать в людях, потому что у некоторых людей есть несколько сим-карт, дальше начинается уже вот эта вот зона, когда мы начинаем… Если вот с точки зрения людей, то, наверное, уже к 15% приближаемся клиентов, которые у нас имеют несколько сервисов. Причем несколько сервисов не внутри телекома, а именно в несколько сервисов из разных направлений. У нас основные направления – это помимо телекома банк и медиа сейчас. Ну, еще помимо этого есть B2B-вертикальные решения с облаками, но вот для частных клиентов это банк и медиа помимо телекома. Вот из разных этих направлений у нас 7 миллионов клиентов, которые пользуются разными услугами. И все равно при этом, конечно, бренд МТС воспринимается прежде всего как бренд телекомовский. И вот эта работа точно не на месяцы, а на годы, когда люди начинают воспринимать какой-то бренд уже по-новому. Вячеслав, а давайте остановимся вот на этих мультипользователях, условно говоря, мультипродуктовых пользователей, которых сейчас там порядка 15%. Вы сказали, в стратегии у вас ориентир 40% в течение двух лет. Это действительно так, да? Ну и за счет чего, вот в том числе вы вначале говорили о некоторых фокусных изменениях по продуктовой линейке, за счет чего вы хотите до 40% нарастить вот, собственно, количество таких пользователей? Чем привлекает сейчас вот экосистема по продуктам в большей степени? Ну, смотрите, здесь я бы сказал, что сейчас у нас два больших фокуса привлечения для частных клиентов. Один из них, вот уже сейчас, особенно с начала года, очень быстро растет банк. У нас вообще растет и весь финтех. У нас, понятно, у нас есть финтех, есть внутри финтеха, есть МТС-банк. Потому что есть услуги, которые могут оказаться только с банковской лицензией, да? Есть услуги околобанковские, которые цифровые, которые могут оказываться рядом с банком. Да, вот у нас вообще очень быстро растет финтех, и прежде всего в кредитных картах. То есть это та часть, которая нас больше всего интересовала на этот год, потому что это именно взаимодействие с клиентом очень близкие и глубокие. Кредитные карты. И число кредитных карт растет, просто в целом по сектору он сокращается. Оно в целом по сектору сокращается, а в МТС-банке оно растет. И прежде всего растет число виртуальных кредитных карт, которые можно получить там в два клика, что в банковском приложении, что в нашем общем сервисном, в моем МТСе. Это такая, это более тяжелая, так называемая, клиентская база, которая, естественно, является очень базисной, и которой гораздо легче предлагать другие услуги, которые есть в компании. Это вот то, что у нас сейчас уже происходит. Быстро выросли в прошлом году клиенты медиа. Когда мы говорим о МТС-медиа, мы в основном говорим о видеосервисах и телевизионных сервисах. Вот они выросли, у нас практически чуть меньше, чем в полтора раза выросло общее количество платных клиентов. И почти в два с половиной число, то, что называется OTT of the top, это приложение. И это только начало, потому что мы в прошлом году сосредоточились, во-первых, на том, чтобы новую платформу телевизионную, которая у нас установлена, довести до ума и сделать из нее прекрасный продукт. Мы к этому вернемся обязательно. Хорошо. И вторая часть – это количество контента, которое не нами создано, но находится в нашей библиотеке. Это абсолютно ключевая вещь, когда мы говорим об удержании клиентов на платформе онлайн-видео. То есть для того, чтобы их привлечь, нужно их привлечь чем-то уникальным и новым. Для этого мы создаем свой собственный контент. Вы уже в этом месяце увидите, будет, ну, то, что я сейчас вижу, будет абсолютно фантастическое открытие новой платформы и со своим контентом, и с продуктом, в котором много интересных и новых форматов. Но смысл в том, что мы сейчас подготовились к этому, нарастив резко библиотеку контентом, который создан не нами, а ведущими мировыми российскими производителями. А сейчас мы вот выйдем с собственным контентом. Ну, раз уж заговорили, так давайте тогда сейчас и обсудим, собственно, саму платформу. Правильно я понимаю, что до конца месяца, до конца апреля мы обновленную платформу увидим. Слушайте, а у вас нет впечатления, что как-то избыточное у нас количество подобных вот видеосервисов, онлайн-платформ, которые производят собственный контент, транслируют контент покупной, конкуренция между ними достаточно серьезная. Не было мысли, может быть, вот не просто инвестировать в собственную платформу, а прикупить кого-нибудь, потому что, ну, есть компании на выдании, мы все знаем их имена, они постоянно находятся в стадии обсуждения, у них понятная продуктовая линейка, понятный пользователь, ну, взять и встроить. Вот такое не обсуждали? Смотрите, во-первых, мы всегда это обсуждаем. Когда компания начинает любой бизнес, мы всегда смотрим разные сценарии. Иногда бывает действительно, что есть сценарии, причем их больше, чем купить или сделать самому. Да, есть сценарии партнериться, и это часто бывает хорошо, я об этом тоже говорил, в каких-то, может быть, менее принципиальных для МТС бизнесов мы будем партнериться гораздо больше, чем это было в прошлом. А вот если это бизнес принципиально для нас, да, тут остается два варианта, либо купить, либо сделать самим, и мы, естественно, рассматривали все предложения на рынке, но в конечном счете, учитывая и ценовые предложения, и многие другие аспекты, мы все-таки решили, что мы будем делать сами, у нас прекрасная команда, у команды прекрасный руководитель Игорь Мишин, мы верим в то, что эта команда способна сделать лучший продукт на рынке, и этих, да, онлайн-кинотеатров сейчас много, это правда. Я бы не сказал, что там можно говорить о том, что их слишком много, вообще этот рынок, несмотря на то, что лидирующие сейчас онлайн-кинотеатры существуют десяток лет, мы видим, что и в мировом формате, и в российском этот рынок быстро меняется. Скажем, выход Дисней Плюс, да, он на мировом уровне полностью изменил картину мира. Хотя, казалось бы, да, все уже было давно занято Нетфликсом. Не все. У нас есть отличный способ доставки, у нас лучшая сеть в этой стране, и мы, в отличие от многих других онлайн-кинотеатров, мы можем контролировать качество того, что получает клиент, то, что называется end-to-end. Мы понимаем, как это происходит, мы можем приоритизировать это качество, и мы можем, помимо всего этого, мы можем включить трафик на кинотеатры в собственные касты и объяснить клиенту, что вот ты платишь только за контент, а не платишь за трафик. В многих случаях это приходится делать, потому что мне кажется, что времена безлимитов, они, в принципе, проходят, особенно мобильных безлимитов. Проходят все-таки на русском. Я думаю, что да. Это происходило во всех странах, во всех индустриях. Это постепенно происходит в России. У нас одна из, наверное, самых дешевых в мире систем сотовой связи. Это, наверное, заслуга страшных войн, ценовых войн начала 2000-х, которые происходили. Но тем не менее мы сейчас находимся в той ситуации, в которой находимся. Это постепенно теряет актуальность. Здесь тоже можно вот это четко очень увидеть, что в телекоме мы уже, например, перестали, честно говоря, сравниваться вот в своих цифрах и достижениях. Мы с телекомом практически перестали сравниваться. Последний год это очень ярко показывает. Мы давно в телекоме лидер, но мы находимся в уникальной ситуации, когда мы не просто лидер, а мы еще постепенно отрываемся от всего остального телеком мира. То есть мы при этом наращиваем долю рынка. Это происходит редко. Это мы в прошлом году приросли год к году, но это произошло не только потому, что мы супер телеком, тоже правда, а именно потому, что мы пошли в экосистемную стратегию. Мы понимаем, что люди, у которых есть несколько продуктов, они даже во время пандемии, да, они не отключали наши сим-карты. И несмотря на то, что многие крупнейшие игроки рынка показывали минусы в прошлом году, причем минус серьезный, мы были тем оператором, который рос. Человек, коль уж мы заговорили, да, про пандемию, продолжаем говорить про абонентов. А отток абонентов удалось остановить, который фиксировали, насколько я понимаю, в прошлом году? Вообще, насколько абонентская база сейчас волатильна? Абонентская база сейчас очень стабильна. Здесь мы по-разному, конечно, на нее всегда смотрим. Есть, в России же была вот эта вся история, что продавалось очень большое количество сим-карт. И они очень быстро выбрасывались. И это еще называли стиральной машинкой, прокручивание этих сим-карт. Поэтому у нас есть отдельный показатель, когда мы смотрим на так называемую стабильную базу, которая с нами все время. Вот эта стабильная база, она растет. Был период, наверное, где-то в мае прошлого года, когда было небольшое снижение, когда люди временно отказались от вторых сим-карт, например, в айпадах. Но уже к сентябрю эта цифра практически восстановилась. То есть мы по стабильной базе, мы к концу года опять продолжили рост. Мы это смотрим еще. У нас понятно, что есть много партнеров, которые видят очень хорошо долю рынка операторов в передаче данных. Ну, понятно, что там любой крупный интернет-провайдер понимает, из каких сетей к нему входят клиенты. И в этом смысле наша доля в абонентах, которые пользуются передачей данных, она еще быстрее растет. То есть мы понимаем, что у нас есть прирост и доли, и количество клиентов на рынке. И это, кстати, в том числе результат такой долгосрочной стратегии, потому что мы... Рынок в российском, он же был такой... Телеком-рынок, он был частично токсичный. Было много вот сервисов, на которые подписывались клиенты, которые заходили в интернет, там нажимали какую-то кнопку play непонятным образом. И мы уже давно, уже это больше трех лет прошло, когда мы очень жестко поставили жесткие внутрь и правила, и пришлось ставить достаточно серьезный софт внутри, чтобы клиентов от этого защитить. И тогда нам предрекали некоторые другие игроки рынка быструю смену менеджмента, потому что это очень большие деньги. Но мы эти деньги потеряли в течение каких-то предыдущих лет. Сейчас мы видим абсолютно четкий результат этого, который выражается в том, вот есть такая стандартная мера, где называется NPS, Net Promoter Score, это желание клиентов рекомендовать своего, в данном случае, оператора другим. И вот мы внутри, по своей базе видим очень хороший прирост отопоказателей, особенно по новой базе. То есть если смотреть в среднем всю страну, то это меняется гораздо медленнее, потому что есть бывшие клиенты, люди, которые нами сейчас не пользуются, а вот те клиенты, которые наши, которые пришли за последние 2,5-3 года, они обладают гораздо большей лояльностью компании. И это в том числе влияет на то, что вообще отток у нас снижается, он явно становится в этом смысле тоже лидером рынка в отрицательную сторону, что-то здорово, и это и является базисом экосистемы. Потому что экосистема, вот с точки зрения бренда, это прежде всего доверие. Потому что экосистема в каком-то смысле это такой цифровой консьерж. То есть это бренд, который помогает вам выбрать услуги. Сейчас к экосистему мы еще раз вернемся, но все-таки вот про пандемию хотелось бы немного закрыть вопрос. Понимаю, что всем уже надоело, но все-таки насколько существенный ущерб оказался от пандемии для МТС конкретно? Вот в частности, что с выпадающими роуминговыми доходами делаете? За счет чего возмещаете? Надо же как-то не только лояльность клиента растить и экосистему строить, но и, в общем-то, дебет с кредитом подбивать. Ну, конечно. С одной стороны, они выпали и выпали. С этими доходами, естественно, сделать уже ничего нельзя. И я скажу, что это не то, что мы их даже замещаем. Мы бы, конечно, если бы не выпали роуминговые доходы, мы бы показали совершенно другие цифры роста год в год. Прямо совершенно. Ну, вот вы можете, ну, на эти самые 5-6 миллиардов, которые мы показывали, ну, это заметная цифра в сроках одного года и в степени роста телекома. Вообще, раньше люди думали, что телеком расти не может. Мы показываем, что это не так. И помимо этого, вот, выходим в другие области. Но то, что доходы телекома замещаются доходами и банковскими, и медиа, это несомненно. Плюс я очень большую ставку в этом году делаю на то, что называется микробизнес. Мы подготовили большое количество продуктов для... Не то, что просто малого бизнеса, да, бизнеса еще меньшего размера. Когда у них нету своих айтишников, и они вынуждены использовать в основном какие-то коробочные продукты. Продуктов им нужно много. И в этом смысле есть такой разрыв. То есть для среднего бизнеса продукты есть, когда есть, кому настраивать. А вот для малого бизнеса крайне мало. А что вы имеете в виду? Это некий конструктор для микробизнеса? Да, это конструктор для местных бизнесов. Ну, например, я даже про банковский понятно. Банковские продукты, они есть для микробизнеса, они есть и у нас, но они не являются... Мы даже делали исследования, многие говорят, вот, если вы сумели продать расчетно-кассовое обслуживание микробизнеса, он ваш. Нет. Это вообще стало коммодити. Он везде есть. И когда мы спрашиваем у реальных людей, которые этим занимаются, они говорят, нет, нам не важно, какой банк. Нам важно, чтобы он там факторинг давал правильно, но вот именно бренд здесь не важен. А вот услуги, простейшие, цифровой рекламы, вот мы, например, практически быстрее всех на рынке сейчас растем в таргетированной рекламе. Мы научились ее хорошо продавать. Это уже там не десятки, не сотни миллионов, это уже миллиарды у нас, нашего дохода от цифровой рекламы. Программы лояльности. То есть для бизнеса нужна цифровая реклама, по рекламе пришел клиент, им нужен таск-менеджер, то есть им нужно каким-то образом распределить эти заказы по своим менеджерам и отследить, чтобы они их доставили. Вот таких вот услуг их мы сейчас уже набираем больше десятка. Еще чуть-чуть буквально про роуминг. Вот 21-й год у нас настал, там третья волна по некоторым, значит, слухам у нас продолжает по миру катиться. Вы исходите из того, что роуминг не вернется? Мы исходим из того, что роуминг будет постепенно возвращаться на этот рынок, но там ставку на то, что вот он вернется именно в этом году, мы не делаем. А потом это не является там супер обязательным для нас именно сейчас. Мы понимаем, что если мы наращиваем нашу клиентскую базу, клиенты остаются с нами, когда роуминг вернется, мы тогда и получим этот плюс в свои доходы. Тут не нужно предпринимать специальных действий. Действия нужно предпринимать, чтобы захватывать другие области рынка. Поэтому в этом смысле для нас это не то, чтобы не проблема, но не задача. Про области рынка и возвращаясь опять же к экосистеме, никуда мы от нее не уйдем, а конкуренции с другими экосистемами, насколько вы готовы. Вот у нас там Сбербанк строит свою, там Яндекс тоже постепенно выстраивают. В чем ваше вот такое преимущество, ну, помимо, собственно, телекома, да, в сети как таковой, вот концептуально и, может быть, продуктовая, потому что тоже коллеги обладают колоссальными финансовыми возможностями, разработчиками, ну, всем, в общем-то, и лояльной аудитории. Почему вы? Я думаю, что, во-первых, я думаю, что не то, чтобы в России будет существовать одна экосистема, через какое-то время, скорее всего, все-таки будет 2-3, они будут между собой. 2-3, нормально. Думаю, что да. Каким-то образом они будут между собой взаимодействовать. Мы все немножко разные. Это тоже понятно. Перед Яндексом у нас есть, наверное, одно преимущество. Это постоянные финансовые взаимоотношения с нашим клиентом. Они уже есть, мы точно знаем, кто наш клиент, и мы с ним много лет обмениваемся мы ему услуги, он нам деньги. Он уже привык платить деньги МТС. Со Сбербанком мы, конечно, ближе, потому что есть основной сервис какой-то, который в нашем случае Тереком, в случае банковский. И здесь уже будет вопрос, кто сумеет создать вот эту среду для клиента, опять же, доверенную, в которой клиент будет... А тут годится и Тереком, и банковское дело. И здесь тоже трудно сказать. Понятно, что Сбербанк огромный финансовый ресурс. Мы при этом, я бы сказал, очень сосредоточены на том, чтобы переключить свой бизнес в экосистему. Мы многое сделали именно для того, чтобы клиент себя чувствовал комфортно. Потому что идея Суперапа, она во многих уже странах, компаниях пыталась эксплуатировать. И оказалось, что Суперап, ну, не решение часто. В Суперапе есть несколько минусов, таких очень серьезных, которые... Ну, там два, хорошо, два основных серьезных минусов. Во-первых, Суперап очень тяжел всегда. И он в какой-то момент получается, что он части клиентов просто не встает, у них памяти на телефоне не хватает. А второе, в Суперапе сложная навигация. И у любого клиента, вот когда закончил что-то делать, да, у него есть стандартный какой-то телефон не был, он смахивает и закрывает приложение. Вот Суперап он закрывает весь целиком. И в этом смысле правильнее идти в некую экосистему в смартфоне. То есть от МТС мы не ждем Суперапа? Нет, мы не ждем Суперапа от МТС, но вот у нас сейчас есть уже больше 15 цифровых приложений, которые объединены вместе девятью, мы их называем экосистемными модулями, но главный смысл там самого простого модуля, логин, вы в одно приложение вошли, дальше вы его закрыли и открыли другое, вы в нем уже зарегистрированы. Вы в нем уже, это второе приложение знает, кто вы, оно уже, у нем есть тот же модуль оплаты. Если вы один раз ввели кредитную карту в любое приложение тесту, в любом другом приложении тесту, у вас оплата уже проходит в один клик. И так далее. То есть у вас получается смартфон является экосистемой МТС, а пользуйтесь разными сервисами так, как вам это привычно в смартфоне. И с этой точки зрения мы, на мой взгляд, продвинулись дальше, чем другие участники рынка. Это очень нагруженная задача с точки зрения ИТЭХ. И она связана с большим количеством задач в Бигдате, потому что нужно четко осознавать, кто твой клиент, потому что разные приложения по-разному, где здесь у него сим-карта, а там у него кредит. Тем не менее, нужно понимать, что это один и тот же клиент, чтобы связать его. И помимо этого, нужно делать клиенту предложение. Вот у нас мы, когда стратегию свою назвали CLU 2.0, Client Lifetime Value. То есть мы по каждому клиенту смотрим, сколько потенциально этот клиент может нам принести за все время, когда он с нами работает. Вячеслав, я за вашей спиной вижу книгу с такой крупной надписью 6G, но у нас как-то с 5G, по общему мнению, значительного числа участников рынка не очень задалось. По-прежнему непонятная история. Ну, вернее, она понятная, но там все равно какие-то камни возникают с выделенными частотами, с оборудованием, отечественное, не отечественное, а что и как, с спросом, есть ли вообще экономика у этого проекта. Все-таки буксует у нас сеть пятого поколения, условно говоря. Появится она уже? Нужна ли она нам в целом прямо сейчас? Потому что, если говорить о потребителях, то тоже крупный бизнес говорит, ну, такое, мы как бы цифровизацию на достаточно зачаточном уровне проводим, нам пятая сеть, ну, такое, не очень нужна нам. Что скажете? Бизнес розни. Мы именно от B2B рынка видим достаточно большой спрос на 5G и на частные сети 5G и на какие-то вопросы цифровизации, потому что есть много продуктов, которые, ну, не только в России созданы, которые в том числе рассчитывают на 5G, потому что это, и для нас это тоже, это же более дешевый стандарт с точки зрения доставки даты, доставки передачи данных, гораздо дешевле в 5G, чем в 4G. С точки зрения, буксует, не буксует, ну, поскольку у нас сети 5G пока нет, то, очевидно, вот на данный момент, можно сказать, что буксует именно развитие сети 5G, а частотная история этому не помогает, но мы искренне надеемся, что эта ситуация разрешится, все это понятно, то есть она не разрешится моментально, но это все равно есть некий процесс. Но мы все равно можем заниматься, мы тестируем, мы смотрим, у нас вот в Москве недавно открыли 14 зон, да, можно уже и частым клиентам смотреть, как это происходит, довольно интересно, там, ну, никто никогда там больше гигабита обычно на телефоне не видел, да, здесь получается такая, мы смотрим, как это работает, мы смотрим, где это можно использовать, пытаемся в реальных каких-то условиях уже начать с этим работать, чтобы когда мы получили возможность эти сети уже раскатать, мы их могли уже использовать в полной мере. Спасибо, Вячеслав, желаю успехов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.